Привет друзья, с наступающими праздниками это канал Илон Маск! Дедушка Клаус и Санта Мороз уже принесли вам в подарок годовой дайджест на канале Иви Фьюча и его уже можно посмотреть по ссылке в описании. Там мы рассказали обо всем, что произошло в мире зеленых технологий в 2019 году. Ну а теперь давайте вспомним, что произошло во вселенной Илона Маска за этот год. Присаживайтесь поудобнее, в начале расскажу, чем отличилась Тесла. Начнем с того, что за первые три квартала Тесла поставила более 255 тысяч автомобилей. Вероятнее всего, в четвертом квартале Тесла поставит примерно столько же и за третий квартал, то есть около 100 тысяч машин и значит сможет реализовать свой план поставки от 360 до 400 тысяч машин за 2019 год. Так что неудивительно, что Тесла стала крупнейшим в мире производителем электрических автомобилей, опередив китайскую компанию BYD. Правда, в этом году Тесле пришлось привлекать дополнительные средства – 2,7 миллиарда долларов. Пытаясь сэкономить, Тесла предприняла попытку закрыть все свои шоурумы и перейти на продажу онлайн, но в конечном счете закрыла только неэффективные точки. Motor Trend назвал Тесла Model S 2013 года лучшим автомобилем за всю 70-летнюю историю их награды «Автомобиль года». На таком же автомобиле немец попал в книгу рекордов Гиннесса, проехав 1 миллион километров, а совсем недавно журнал Time включил Model S в список 10 самых важных гаджетов десятилетия. В начале года Тесла сократила 7% штата. К середине 2019 в компании часто происходили кадровые перестановки, несколько громких уходов топ-менеджеров, JB Штробель покинул пост технического директора, оставшись в компании в качестве старшего советника. Но потом все устаканилось, и Тесла даже начала увеличивать темп найма. С июля количество открытых вакансий в сервисе и разработке увеличилось на 33%, а недавно компания начала активно нанимать сотрудников в подразделения Tesla Energy. Кажется, что это было уже давно, но только в этом году компания начала поставки Model 3 в Европу, Китай и Японию, а также Австралию и так далее за пределы США. В 2019 появилась обещанная Model 3 за 35 тысяч долларов, правда достаточно быстро ее перестали продавать через сайт, с тех пор она доступна только в шоурумах. В этом же году Тесла сделала обновление Model S и X под кодовым названием Warren. Теперь в них используется тот же электродвигатель с постоянными магнитами, что и в Model 3. Но были плохие новости. Тесла отозвала более 14 тысяч Model S в Китае из-за неисправностей с подушками безопасности производителя Takata. Многие производители пострадали, и этот отзыв является крупнейшим в истории. В конце апреля Model S внезапно загорелась на парковке в Шанхае, а потом в Гонконге. Виной тому был сбой в настройках заряда батареи и управления температурой. Тесла выпустила обновление ПО, которое было призвано решить проблему, но из-за него у некоторых владельцев сократился запас хода. Один из пострадавших подал на Тесла в суд, но это дело не быстрое и о результатах мы скорее всего узнаем уже в 2020 году. Ну и раз уж мы заговорили об обновлениях. Самым крупным обновлением стал выход 10 версии ПО, который включал в себя такие сервисы как Спотифай, Ютуб, Нетфликс, сервис Хулу и прочие фишки. Одной из самых долгожданных функций стал Smart Summon. Но есть у нас и свои любимчики из списка последних фишек. Например, режим караульного, который поймал уже какое-то огромное количество вандалов и воров. И режим питомца, который не дает вашей собачке замерзнуть или умереть от жары, пока вы покупаете что-то в магазине. Ну и выявление поломок в режиме реального времени тоже неплохая штука. Теперь автомобиль сам остановится и вызовет вам сервисную службу, если что-то пойдет не так. Тесла представила зарядную станцию Supercharger третьей версии и открыла первую такую станцию во Фримонте. После этого в Лас-Вегасе появилась буквально станция будущего. Лаунж-зона для посетителей, зарядка третьего поколения, солнечные панели и накопители Powerpack для хранения энергии. За день на такой станции могут зарядиться до полутора тысяч автомобилей. Но не Лас-Вегасом единым. В Нур-Султане теперь тоже есть станция Supercharger с шестью колонками. В этом году Тесла провела презентацию своего нового чипа для полного автопилота, который в будущем поможет сделать все Теслы самоуправляемыми и запустить сервис беспилотного такси. С тех пор стоимость пакета автопилота только повышается. Чип устанавливается в новые автомобили с апреля, но пока лишь немногие старые Теслы получили апгрейд. А теперь о новых Тесла. Маск представил кроссовер Model Y, и Тесла определилась с местом его сборки. Автомобиль будут делать во Фримонте, но об этом подробнее мы расскажем в другом видео. Чего ожидать от компании Илона в 2020 году? Одно из самых громких событий за 2019 год – это презентация пикапа. За неделю после презентации Тесла получила 250 тысяч предзаказов. После того, как в рамках старой реферальной программы Тесла поняла, что ей придется раздать 80 Roadster 2 бесплатно, они закрыли ее. Но позже представили новую, более проработанную программу. И насчет бесплатных Тесла. Помните, как Лукашенко сказал, что Маск подарил ему Теслу, а Илон все отрицал? Мы помним. Еще в январе мы следили за начальной стадией строительства гигафабрики 3 в Шанхае, а теперь она уже производит автомобили. Осталось только получить разрешение на продажу. В Китае Тесла заключила соглашение на поставку аккумуляторов с LG и Kettle. Отношения с Panasonic переживают не лучшие времена. Недопонимание между топ-менеджментом, задержки поставки аккумуляторов для программы Model 3 в начале года, слухи, что Тесла собирается производить батареи самостоятельно – все это не лучшим образом сказывается на взаимоотношениях двух компаний. И возможно из-за этого в Китай японцев не позвали. Кстати, в этом году Тесла приобрела несколько компаний, две из которых занимаются разработками в области аккумуляторов, и одна, и и стартап DeepScale. Попутно партнер Тесла представил результаты тестов новой батарейки для электромобилей, которая прослужит до 1,6 млн км, то есть в 2-3 раза дольше, чем нынешние аккумуляторы Тесла. Только-только закончив строить третью гигафабрику, Тесла уже принялась за следующую и объявила о месте строительства четвертой гигафабрики в Германии. И самое важное, несмотря на то, что весной Маск говорил скоро, Тесла Киллы все еще нет в продаже. Мы волнуемся. Далее про Tesla Energy. Тесла представила новую функцию для накопителей энергии Powerwall – режим отслеживания шторма. В том случае, если из-за погодных условий есть вероятность отключения электричества, Powerwall автоматически заряжается на максимум. Такая функция уже не раз пригодилась ее владельцам. Во втором квартале Тесла закрыла несколько проектов Tesla Energy, на которые было потрачено 62 млн долларов. 15 млн из них – стоимость оборудования. Но удачные новые проекты были. Тесла представила MegaPack – систему хранения энергии размером с транспортный контейнер. Один блок имеет емкость до 3 МВт-часов, что примерно в 14 раз больше, чем у PowerPack. Такие системы позволяют заменить пиковые электростанции. Их установка может быть в 4 раза быстрее аналогичных по мощности классических электростанций. В июне Тесла упала на третье место по продажам домашних солнечных систем. Маск пообещал больше времени уделять энергетическому подразделению, и в итоге Тесла предприняла несколько интересных шагов. Во-первых, она упростила заказ солнечных панелей. Теперь их можно купить только блоками по 4 кВт, а собственник должен прислать фотографии дома и данные о своем потреблении, что сокращает время установки. Во-вторых, компания запустила сервис солнечных панелей по подписке. В зависимости от размера системы вы будете платить от 50 до 200 долларов в месяц и пользоваться солнечной энергией до тех пор, пока не надоест. Тесла также выпустила третью версию своей солнечной крыши под названием Solar Glass. Продукт теперь на 40% дешевле благодаря оптимизации и быстрой установке. Для установки такой крыши на среднестатистический дом в США потребуется от 34 тысяч долларов. Это сравнимо с обычными премиальными крышами. На счету Tesla Energy в этом году также есть несколько крупных проектов, связанных с системами хранения энергии. Например, установка 234 PowerPack в качестве резервного питания на острове Нантакет в США. В этом году Tesla столкнулась с тем, что в солнечных панелях SolarCity, которые перешли к ним по наследству после покупки компании, может быть потенциально дефектная деталь от одного из поставщиков. В компании даже существует проект Titan, который проводит инспекцию панелей. Скорее всего из-за этого у Tesla случился конфликт с Walmart, которые подали на компанию в суд из-за возгораний нескольких из таких установок. Но в конечном счете Walmart и Tesla пришли к соглашению. Далее про Boring Company В этом году Boring Company провели открытие своего первого туннеля. Управлению выставочного центра Лас-Вегаса видимо понравилось то, что они увидели и было решено отдать компании Илона Маска право на строительство транспортной сети, которая соединит здание экспо-центра. Строительство уже началось, оно обойдется примерно в 50 миллионов долларов. Проект включает в себя три подземных пассажирских станции, подземный пешеходный переход и два транспортных туннеля длиной около полутора километров. Это единственный коммерческий проект компании, но пятью десятью миллионами сыт не будешь, так что компания привлекла инвестиции в размере 120 миллионов долларов от сторонних инвесторов. И наконец, если вы не пьете и Тесла Кила не стала для вас разочарованием, давайте вспомним, что Маск обещал пустить в продажу скучные конфеты. Мы все еще ждем Илон Вонка! Переходим к новостям про OpenAI Мы редко рассказываем про OpenAI, поскольку в 2018 году Маск отказался от места в совете директоров из-за потенциального конфликта интересов с Тесла. Но вот немного новостей от этой интересной компании. В 2019-м OpenAI объявила о создании нейросети GPT-2, которая настолько успешно генерирует осмысленные тексты, что публикацию исходного кода полностью сочли опасной. По такой же схеме они создали MuseNet – нейросеть, способную создавать музыкальные композиции из десяти инструментов. Они также научили две нейросети складывать кубик Рубика с помощью роборуки. А еще в апреле любой желающий мог бросить вызов их боту Dota 2. В июле Microsoft инвестировал в OpenAI 1 миллиард долларов для поддержки разработки сильного искусственного интеллекта. В частности, компании будут вместе работать над сильным ИИ на платформе Microsoft Azure. Есть новость про Neuralink Neuralink разработали способ быстрой имплантации электродов в мозг и провели презентацию своей работы. Проект максимально интересный, и новостей о нем мало. Так что если вдруг вы пропустили презентацию, мы настоятельно рекомендуем ее посмотреть. Еще немного о Neuralink Маск недавно рассказал в недавнем подкасте Лексу Фридману. Перевод вы также можете найти на нашем канале. Даже про Hyperloop что-то было в этом году SpaceX до сих пор проводит ежегодное соревнование Hyperloop среди студенческих команд. В рамках конкурса нужно разогнать капсулу до максимальной скорости и затормозить на тестовом треке длиной 1,28 км. В 2018 году победила компания War из Мюнхена. Они смогли развить скорость в 457 км в час. В 2019 команда представила капсулу на 8 кг меньше и собралась разогнаться по меньшей мере до половины скорости звука. Но в итоге лишь немного побила свой прошлый рекорд, достигнув скорости 463 км в час. При этом они все равно стали победителями. Ну погнали! Про SpaceX За 2019 год SpaceX успешно провела 11 миссий на Falcon 9 и 2 на Falcon Heavy. В одной из миссий Starlink SpaceX удалось использовать первую ступень в четвертый раз и повторно использовать обтекатель, который ранее выловили из воды. ВВС США полностью сертифицировали Falcon Heavy для запусков по программам национальной безопасности. Но работа с Heavy еще не закончена. Он все еще не сертифицирован для наиболее часто используемых орбит. NASA и SpaceX получили премию EMI в категорию «Выдающаяся интерактивная программа» за освещение полета пилотируемого корабля Dragon к МКС во время демонстрационной миссии. В апреле в результате предварительного испытания системы аварийного спасения произошла аномалия, и корабль Dragon был частично разрушен. Естественно, запуск с астронавтами отложили. Также SpaceX провела неуспешный тест парашютной системы корабля. При испытании один парашют был не развернут преднамеренно, для имитации его отказа. А вот другие три просто не сработали, и тестовая конструкция упала на землю. В итоге SpaceX поменяла поставщика парашютов. Теперь тест на экстренное прерывание полета корабля Crew Dragon состоится в январе 2020-го, а пилотируемый полет еще чуть позже. В этом году мы узнали, что водонапорные башни могут летать. Прыжок Стархоппера на 150 метров был успешным и завораживающим. Помните, в начале года еще велись разговоры о том, хорошим ли решением является сборка Starship из нержавейки? А теперь у маска еще и машина такая есть. Более того, сталь была закалена в бою. Во время одного из огневых испытаний Раптор Стархоппер загорелся, но остался цел. Вообще существуют три ступени развития проекта Starship, которые по идее должны занять 2-3 года. Первую ступень SpaceX успешно прошли. Она включала в себя испытания наземных систем, двигателей и заправку, а также небольшие прыжки. Вторая ступень включает в себя прыжки до 150 метров и до 3 километров. А вот третья – несколько прыжков до 100 километров и посадку. Но когда это Маск ждал 3 года? Он даже заставил две разные команды собирать разные прототипы Starship. Одну в Техасе, другую во Флориде. Планы SpaceX на строительство космического космодрома в Бока-Чика поменялись. И вместо этого там расположится тестовая площадка для Starship. Также для Starship и Super Heavy модернизируют стол площадки LC-39A. Кстати, если вы не смотрели последнюю презентацию Starship, ну вы поняли намек. В мае NASA выбрала SpaceX для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высыпки на Луну в рамках программы Артемида. Федеральная комиссия по связи США приняла 20 новых заявок от SpaceX на 30 тысяч дополнительных спутников Starlink. Сперва план предполагал 12 тысяч спутников. Кстати, после нескольких запусков SpaceX располагает самой большой отдельной группировкой спутников на орбите. Илон даже смог отправить твит с помощью интернета Starlink. А еще SpaceX запустила программу райдшеринга на ракетах. Теперь заказчики с небольшим грузом смогут бронировать места на регулярных запусках ракеты Falcon 9. Запуски будут совершаться не реже раза в месяц по цене 1 миллион долларов за спутник весом 200 килограмм. Выгоднее всего застолбить место заранее. Чем ближе к пуску, тем дороже это обойдется. Ну и про Илона Маска, конечно. В этом году Маск пришел на шоу Memory View PewDiePie вместе с Джастином Ройландом из Рика и Морти. Потом озвучил в этом сериале персонажа по имени Илон Таск, самого себя из другой вселенной. Записал рэп-трек в честь гориллы. Пожертвовал миллион деревьев для древоборода. Взял ипотеку на 61 миллион долларов сроком на 30 лет. Согласился больше не публиковать в соцсетях информацию о Тесла без предварительного одобрения юриста. Выиграл суд против дайвера, которого назвал педо-парнем. И чуть не склопотал иск от брата Пабло Эскобара, который обвинил Илона в том, что тот украл у него идею огнемета. «Это не огнемет, мистер Эскобар», — ответил ему Маск. «А еще я украл идею из фильма «Космические яйца». Год у Маска и его компании выдался, мягко говоря, нелегким. Начиная с увеличения объемов производства Model 3 и выхода машины на зарубежные рынки, заканчивая строительством новой гигафабрики, презентациями нескольких автомобилей и космического корабля и внедрением электродов в мозг. С каждым годом длина наших годовых дайджестов растет пропорционально тому, сколько всего успевает сделать Илон. И есть ощущение, что в следующем году нам придется выпускать целый годовой фильм. Спасибо, что были с нами в уходящем году, друзья. Спасибо всем, кто присоединился к нам в 2019-м. С вами хорошо. Не забудьте посмотреть наш дайджест на Eevee Future, чтобы узнать, что произошло в мире зеленых технологий в 2019 году. До скорых встреч!